Портал Акзегет. Вопрос «Как стать добрее?» На этот вопрос отвечает не столько Протрея Артемий Владимиров, духовник Алексеевской обители в Москве, сколько святой апостол Павел вместе со святым Иоанном Богословом. Последний, между прочим, говорит, «Возлюбленный, не подражая злу, но добру, кто делает добро, тот от Бога, а делающий зло, не видел Бога. Страшно, страшно, даже на секунду себя почувствовать и осознать чадом дьявола». И напротив, ничто так не греет наше сердце, как чувство исповедания родства с Отцом Небесным. Кто делает добро, тот от Бога. Да, действительно, это так. Ведь во всяком народе, не познавшем Христа Спасителя, всякий любящий добро и делающий его, приятен ему. Как бы низко не пали мы водами, но у всех его потомков сохранилось это стремление к добру, жажда добра. Чем меньше мы его осуществляем в нашей жизни, тем несчастнее мы становимся. Поэтому, если ты скучаешь по атмосфере подлинного добра и любви, не сиди, сложа руки, не жди у моря погоды. Но деятельно входи в ткани этой жизни, как бригантина с алыми парусами. Оглянись вокруг себя. Ты увидишь, насколько мир нуждается именно в твоем человеческом добре. Будь оно сведенным к простой улыбке, ласковому слову, теплому выражению глаз. Будьте друг ко другу добры и сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Как страшно воспринимать людей за токсичных двуногих насекомых. Это, безусловно, языческое мироощущение. Потому что в мире есть любовь. Потому что любовь сильнее смерти. Потому что Господь, Бог, осуществляет отныне и до века нравственный миропорядок. Потому что Бог послал в мир сына любви своей, чтобы примирить небо и землю, убить на кресте вражду, пригвоздить к крестному древу рукописание наших грехов. И так, общаясь с людьми, помни, что ради каждого из них в мир пришел Спаситель. Помни, что каждый человек – это драгоценнейшее Божье создание, за которое Искупитель пролил всю свою кровь. Сохраняя в сердце эту память о драгоценности каждой человеческой души, мы без труда исполним заповедь «Прощайте друг друга, ибо Бог во Христе простил вас». «Если ты делаешь добро, говорит ветхозаветный мудрец Иисус Сирахов, знай, кому делаешь, и будешь благодарна за твои благодеяния. Делай добро благочестивому и получишь от него воздаяние. А если не от благочестивого, то от Всевышнего». Ветхозаветная мораль, безусловно, несколько отличается от новозаветной. И в Нагорной проповеди мы встретим слова Господа «Будьте, как солнце, которое светит и праведным, и неправедным». Здесь же ветхозаветный мудрец говорит о следующем. Когда ты благотворишь рабу Божьему, человеку богобоязненному, знай, что тебе удается сугубо послужить Господу Иисусу Христу. В лице всякого просящего, нагово холодного, голодного, алчущего, поверженного на одр болезни, заключенного в темницу, мы встречаем нашего Спасителя, взор которого устремлен в самые глубины человеческого сердца. Уметь видеть Христа в этом подлунном мире, не проходить равнодушно мимо картины чужих страданий признак души просвещенной и благородной. Я желаю вам и себе в первую очередь подобной остроты восприятия явлений этого мира, чтобы никто из нас не оравнодушился, не омрачился умом и не охолодел душой настолько, чтобы игнорировать, пропускать мимо внимания призывный голос Христа, веяние его божественной благодати. Будемте учиться делать добро тайно, а не ради красивых окружающих нас глаз, не встречая понимания в людях, не будем огорчаться и разочаровываться в них, потому что только то добро, которое сделано с мыслью об Иисусе Христе, действительно имеет вечную природу, только это добро принимается Господом, который низ посылает нам свою божественную благодать. Итак, выбор за нами. Твори благо, бегай из лага, как учил своих внимательных слушателей царь и пророк Давид. Редактор субтитров Корректор А. Субтитров А. Субтитров А.